Мэдисон Сквер Гарден В России такого Мэдисон еще не слышал. В ответ свист у люлюкания. Но он сказал все, что думал. В восьмиграннике стоял боец Хабиб Нурмагомедов. За пять минут до этого болевым приемом на руку кимурой уложивший американца Майкла Джонсона. Теперь Нурмагомедову Джонсон не интересен. Есть фигура покрупнее, которая пока ограничивается перебранками и встречи с Нурмагомедовым тщательно избегает. Как там дела у Конора Макгрегора, поинтересовался у Хабиба Мурат Латипов. Самый прибыльный турнир в истории UFC, 17 миллионов долларов, сопровождала куча скандалов. Макгрегор на пресс-конференции с Альваресом махался стульями, как мушкетер. Он же в подтрибунном помещении пытался устроить драку с Хабибом Нурмагомедовым. Он же заработал больше всех. Три с половиной миллиона долларов. За всем этим позабылось, что за титул с Альваресом должен был драться Хабиб. Неужели президент UFC Дэн Уайт попросту обманул россиянина? Сначала сказал «да», а потом передумал. Они кого-то считают своим. Я точно не свой. Хабиб молчать не стал и после победного боя с Майклом Джонсоном взял руки микрофон. Население Ирландии 6 миллионов человек. В России 150. Раз Макгрегор считается сильнейшим, я хочу драться с вашим цыпленком. Почему цыпленок? Цыпленок, не знаю, Макгрегор, Макчекен, Макдональдс, живут в это движение. А цыпленок, именно не то, что цыпленок, это имел в виду я курицу, имел в виду чекен. Я представляю нашу родину, Дагестан, Россию. У России символ орел, у Дагестана символ орел. У меня такое тяжелое имя для американцев. Меня в Америке знают как орла. Так что я хотел, чтобы они почувствовали разницу между орлом и курицей. Разницу почувствовать, если удастся, то не скоро. В UFC уже объявили, Макгрегор до мая 17-го года биться не будет. Его девушка ждет ребенка. Ей нельзя нервничать. Вошли в положение. Послушать Хабиба ему все равно, с кем драться. Есть пояс? Подходи. Нет его? Свободен. Мне 200 лет неинтересен Конур. Единственное, что меня интересует, это у него пояс. Так что я буду с ним сражаться, можно сказать, во всех полях, во всех уровнях. Хочет на языке, хочет драться, хочет там за кулисами. Разницы нет. Как мы в детстве говорили, я ему даже далеко плеваться не проиграю. Сразу после схватки в Америке Хабиб прилетел в родной Дагестан увидеть отца. С ним о боях ни слова. Есть дела поважнее. Я думаю, здесь можно чуть-чуть трибуны сделать, на два-три ряда, чтобы люди могли сидеть. Для Хабиба отец, понятное дело, авторитет. Своего тренера и учителя слушается беспрекословно. Во все времена отец это номер один человек. Конечно, мы обязаны любить матерей больше. Им не говорить это. Так, в общем, отец это все. Я не скажу, камера скажет. Да, пускай, я думаю, он догадывается. Вы друзья? Нет, вы не друзья. Для него я всегда был авторитет, а для меня он сын. В планах Абдулманапа Нурмагомедова переделать бывшую правительственную гостиницу в современный спорткомплекс, где вырастут новые чемпионы. Сейчас у него 28 спортсменов, за ними наблюдают 32 камеры. Пропустить тренировку можно, но только по одной причине. Надо выяснить, почему он не вымежал перелом, можете его спасти. А другие моменты больные, у кого-то чего-то всегда что-то болит. Тогда что, ходи на тренировку. Строгость и дисциплина. Так воспитывал сына, так и остальных воспитывает. Провинился, ступай на аллею штрафников. Рыть лунки, подсаженцы. Хабибу везет. Пока. Я успел, я думаю. Но пока что я не успел, но по-любому он найдет, к чему докопаться. В этом плане он серьезный критик. Вы жесткий или жестокий? Я бы сказал, и так, и так. Но с пользой для них. В конечном итоге вам спасибо говорят. Некоторые говорят, вы мало наказывали. Страшновато. Но это для посторонних. Таким отца Хабиба Нурмагомедова видели немногие. Ну, мы собираемся каждый год, 31-го, со всеми моими спортсменами. Подводим итоги и ставим задачи. Ну, я бы сказал, мне там становится намного легче. Потому что итоги хорошие? Потому что они радовали меня за этот год. Это ни с чем не понимаешь. Мечта Хабиба когда-нибудь подарить отцу пояс чемпиона UFC. Правда, по словам Нурмагомедова, в этой организации решают не только спортивные достижения. Игра на публику и касса часто важнее самой победы. В Америке считают, что бой Нурмагомедов-Макгрегор не самая рейтинговая вывеска. Мол, денег это принесет меньше, чем, к примеру, третий бой ирландца с Нейтем Диасом. Если бы Хабиба пригласили выступать в Мэдисон Сквер Гарден на главный ринг, его первый бой не собрал бы такую аудиторию. Ребята, это бизнес, ничего личного. Есть Макгрегор и все остальные. Он собирает аншлаги. Хабиб провел уже немало боев, но кассовые сборы у него не такие высокие. А Макгрегор кассу делает исправно. Его можно любить, можно ненавидеть, но на него люди из океана летят посмотреть. Неважно, с кем он дерется. Спорить можно сколько угодно, но то, что у тебя в организации находится непобежденный Хабиб, забывать нельзя. Конечно, кому-то интересно. Почему? Потому что люди будут... Кто-то будет хотеть смотреть, как я проиграю, а кто-то будет хотеть смотреть, как я выиграю. У меня есть то, что нет ни у одного легковеса и вообще ни у одного бойца в UFC. Это самая длинная победная серия. За всю историю, можно сказать, в UFC 24-0 ни одного бойца не было в UFC. Некоторые считают, что ирландец просто боится россиянина. Если на Альвареса Макгрегор кидался стулом и вел себя как король, то в подтрибунном помещении Медисон-Сквергардена ипотаж улетучился. Я увидел, что он на меня посмотрел, я ему сказал, что ты смотришь на меня. Я понял, что... Ну, его взгляда не было, добра не было. Я понял, что смотришь? Что смотришь? И пошло-поехало. Я понимал, что не дадут, особо и не пытался там браться. Я просто хотел ему в глаза посмотреть. Я ему сказал, посмотрим. Я говорю, собираюсь, и лицо размазать. Он сказал, посмотрим. Я за свои слова отвечаю, я ему бросил вызов. Посмотрим на него. Сам Макгрегор бросает вызов другим, тем, кто может принести ему денег. Например, побить Мэйвейзера по правилам бокса и заработать 100 миллионов. Это реально. Ирландец может заработать и деньги, и тяжелое сотрясение мозга. Мэйвейзер в боксе не уступал никому 19 лет. Почему нет? Самые обсуждаемые два бойца могли бы заработать минимум 200-300 миллионов долларов на боях. Мэйвейзер тоже такой, любитель больших денег. Хоть он не ушел в спорт, если 200 миллионов долларов предложить, я думаю, он сможет в зал запрыгнуть на три месяца. В Дагестане сейчас настоящий Хабиба Бум. Он практически не снимает капюшон, чтобы не узнали. Но на футбол по возможности ходит. Игроки Анжи дарят ему свои футболки, а болельщики огромные баннеры. Скоро в UFC станет еще на одного россиянина больше. Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Белял Махов решил сменить борцовский ковер на восьмиугольник. Я в партнере ему ничем не смогу помочь, потому что он говорит, что больше, чем мне. А так, организационный момент, что где, как подсказать, я, конечно, всегда рад. Пойдем на берег, берег тоже хочу смыть. Организационные моменты потом. Сейчас Хабиб, планировавший отдохнуть три месяца, снова приступает к тренировкам. Во-первых, отец расслабиться не даст. А во-вторых, сам боец не желает мириться с тем, что золотой пояс висит не на его плече. Мурат Латипов, Сергей Сорокин, Антон Альхимович, Александр Шуб, Матч ТВ.